Добрый вечер, я сегодня сам в роли гостей, действительно заполняю перерыв, пока наши звезды переведут дух. Мы с вами немножко похулиганим. Можно разговаривать, я не буду, как злобная лисенкова, запрещать вам шептаться. Поэтому давайте с вами мы сейчас немножко похулиганим, начнем с чего-нибудь погромче, а потом плавно покатимся в лирику. Ну как в лирику? У зайца лирика так себе. Итак, всем ли меня слышно? Всем ли меня видно? А если вдруг кому не видно, я мужчина в цвете лет, но от взглядов любопытных прячу маленький секрет. Я суровый, даже слишком, я для всех авторитет, но вот сплю я ночью с Мишкой. Так сложилось с детских лет. В этом нет ни грамма шутки, тайна выцветших кулис, дрыхлых плюшевыми шуткой и небольшой мужской каприз. Я могуч, мне все подвластно, но Мишка, боже мой, он на самом деле классный, он фактически родной. Я любому острослову нахуячу по лицу, если скажет, что не клево спать с игрушкой, молодцу. Правда, есть одна поплашка для особых, так сказать. А если сплю сегодня с Машкой, Мишку прячу в охранах. А сейчас мы чуть-чуть отомстим нашим мужу-ненавистницам. Совсем, совсем чуть-чуть. Они просто очень не любят, когда их называют поэтессами. А у меня есть такой шикарный стих на эту тему. В центре политической битвы С пьедестала тонкого искусства. Девочка в очках и толстом свитере Смотрит в зал презрительно и грустно. Голос тонкий, трогательный, искренний. Как бы там ни называла пресса, Не люблю ужасно. Так не близко мне пафосное слово поэтесса. Девочка, сосуд любви и робости, Тонких струн душевных, не дотрогай. Я тебя поддерживаю полностью. Глупое название, ей-богу. Вышла бы на сцену заполошная, Каблучком притопнула бы лихой огнем. По залу поглохшему я, ебать, крутая, поэтиха. Вышла бы ногая, загорелая, Звонкая и кривая чертовка, И над залом темным прогремела бы, И как вам вот такая поэтовка. А затем насмешливая дурочка, Но бунтарка по глазами духу, Пизданула бы по сцене сумочкой. Принимай, Россия, поэтуху! И гремят пасы, звенят глагольные, Серебро по струнам снега тает. Подавай, душа, стихи фривольные, Поэтарки в кабаке гуляют. Эх, гори огнем, зуди оскобиной, Жарь искусства, разгоняй прогрессы. А пока очки и голос тоненький, Маленькой, безликой поэтессы. О любви и о котиках две самые нормальные темы. Но когда они совмещаются, иногда получается. Такая важна. Я люблю тебя больше, чем 20 твоих котов, Охуевших от счастья в твоем дыру. Мне не нужны ягнят, голубей, тунцов, Я согласен на пиво и шаурму. Я усы отращу, чтобы пачкать их молоком. Расчеши меня, выйду, не так уж плохо. У меня не бывает проблем с лотком, Выпадением шерсти и ловлей блох. Почему попадаю я в тысячный раз в просак? Почему холодна ты? Не подойди. Ты же, милая, даже не знаешь, Как я мурлыкать могу на твоей груди. Не лежу я в скуке укромная, Под хвостом эта мелочь и полная ерунда. В искуплении ласковым языком Дотянусь до тебя. Покажи, куда? Все надежды и мысли мои, Как хрусталь чистые. Но сложился любовный аксюмарон. Почему же в постели с тобой коты? А не я, охуенный со всех сторон. Ну и еще чуть-чуть треша, Голдобарин. Если ты росла веселой, Непоседой сорванцом, И прогуливала школу, И курила за крыльцом, Из рогатки стекла била, Хуй, писала на стене, В драках мальчиков лупила Толстой сумкой на ремне, То найдет тебя расплата. В твой цветущий женский мир Вдруг заявится пиздатый злой. Мужик ебидо дыр. Этот парень неизбежен, Не ко всем идет подряд, Он порою будет нежен, А порою грубоват. Он твое укажет место, Даст конфетки и ремня. Он собьет тебя, как тесто, И зажарит без огня. Он тебя накажет сладко, Он для этого взращен, Ты растаешь, как помадка, Говоря, хочу еще. Чтобы ночью спать спокойно И не знать подобных бед, Надо быть благопристойной И послушной с юных лет, Войдет ко мне ругаться, Книжки умные читать, С хулиганами не шляться, Принца сказочного ждать. И найдет тебя награда В твой уютный женский мир Вдруг заявится пиздатый кавалер. И любым девчонкам мира пожелаем Чисто впредь своего ебидодыра Непременно заиметь. Как лес погряз в обилках петрухи, Так общество погрязло в лицемерии. Давай с тобой жить в блуде и грехе, Не выдавая истинных намерений. Давай ходить по дому на кишон, Чтоб у прохожих земки повылазили. Давай пить водку цинковым ковшом Под чепупели с кетчупами-мазиком. Давай ругаться матом от души, Жрать ГМО, крахмалы, анаборики, Сношаться так, чтоб выли этажи. Ну сколько можно? Ёбаные кролики! Давай начнем бессмысленный ремонт, Давай скандалить яркими спектаклями, Давай вольемся в общий кинофонд Стандартно обезличенными каплями. А втихаля, вдали от лишних глаз, Откинем социальные условности И превратимся в настоящих нас, Исполненных приличия и скромности. Зарядку делать, бегать по утрам, Пить молоко бальзамом, Мазать волосы, В обнимку плакать после мелодрамы, И трахаться, ну, ладно уж, Пол голоса. И стихотворение о суровой мужской доле. У мальчика весенняя депрессия. Он смотрит в потолок и чешет спину. Растет в геометрической прогрессии И желании наебаться в демиле. Сквозь комплексы опять ужасно строгие, Цветет гормон развесистый и сильно, Но девочки не смотрят, Голоногие на мальчика одетого не стильно. И вновь не получилось за полмесяца Набрать рельеф до уровня ван-дамма, И хочется от горечи повеситься, Успев себя заснять ли инстаграма. Машина та же, старая и ржавая, Не копятся деньжата на Бугатти. И пятница опять грозит подставою Два дня страдать похмельем после пати. Занять бы у кого любви и нежности, Но постный быт выстуживает душу. Протерлись джинсы старые в промежности, Протерлись будто яблоки в огушу. И на полжизни дальше стала пенсия, Крепчает копоть жизненных засоров. У мальчика весенняя депрессия, Как водится у мальчиков засорок. Даже у древних греков В личных отношениях было не все хорошо. Был такой бог Аид, Владыка подземного царства, Его жена Персифона. Что у них там творилось? Говорит Аиду, Персифона, Держишь ты меня в черном теле? Ни машины, ни телефона, Ни песца в шкафу в самом деле. У заловки моей, у Киры, Полон дом серебра и злата. По утрам ей поют гомеры, А у нас лишь шура поддатый. У нее ганимет дворецким, Златокудры да волооки, А у нас этот харон мерзкий, Колченогий да кособокий. У нее все пиры, да блядки, Без обиды, да без цензуры. В общем, все у нее в порядке. Пофартило по жизни дуре, Повезло с мужиком заразе, Он пробился в авторитете. Ну а мы в подземелье грязном, Мертвяки, тараканы, ветер. Отвечая, таи, супруги, Головой покачат, А знаешь, что грызутся они, Как суки, дверь квартирную закрывая, Что давно ни любви, ни веры, Проститутки, альфонсы, драки, И милее всего для Киры На просвет водяные знаки, Что для Зевса всего дороже Откупиться и пить втихую. Неужели ты хочешь тоже Роскошь, ложь и любовь такую? Были в жизни такие ситуации, Когда вы ссорились с любимым человеком, Кричали, что-то доказывали, А он в ответ сидит и молчит, Вот назло молчит, вот бесит, Молчит. Не молчи на меня. Ты умеешь молчать Очень кропко. Я боюсь тишины Сгорячания озвученных слов, Этих взглядов, Укушенной злобным ребенком, Болонки и точеных, Стоящих на страже всегда. Как отков. Не молчи на меня. Отвечай на мои оскорбления. Не мешай тонкой ложкой Сапожно заваренный чай. И не прячь под кота Обнаженность изящных коленей. Отвечай на упреки мои. Отвечай, отвечай. Я пройдусь ураганом, Орущими злобным цунами, Посейдоном, что наспор решил Ухайдокать ковчег. Матерясь неподалю Такими плохими словами, Что услышать тебя Не простил бы, наверное, вовек. Не вдохнув кислорода, Утихнет свирепое пламя. Я вернусь, как нашкодивший В приступе паники пес. Не молчи на меня. Не такими, ты слышишь, Словами, От которых немеет душа И на сердце. Вопрос. Давно не встречал, но когда-то, лет, не знаю, 5-10-15 назад, У многих женщин уже пенсионного возраста Вроде была такая страшная прическа, Такая вот дикая химия В красный цвет, В медный такой. Ужас просто. Ну, просто в следующем Тихотворении это упоминается, Чтобы вы представляли, О чем речь. Я прошу тебя, Только не превращайся в них. Старых теток, Умятых в пуховики, Что бегут за автобусом, Толстой махая сумкой, И орут на водителя. Погоди! Оставайся такой, как сейчас. Безумный. А испортишься? Лучше не подходи. Я прошу тебя, Только не в красный цвет, Не в гнездо медной проволоки, Совет от подруги дурной своей, Вычеркни, словно ненужный номер, Что прически на свете Прекрасней нет, Чем завивка И марканцовочный колер. Никогда тебе не наступит Так много лет. Я прошу тебя, Только без пошлых драм, Уж скандал так скандал, Половина посуды в хлам, Чтобы стекла звенели, Соседи к стене Принекали с кружкой, Чтобы ссора звучала, Как самый убойный драм. А не сопли пускать, А не плакать, А не сопли пускать в подушку, Дескать, Хватит скандалить под старость. Куда уж нам? Мы с тобой доживем, До лысин и до седин, До беззубого смеха, Паучьих сетей морщин, Лишь бы скука, До быт, До тоска не скрутили нас Прочно я останусь Единственным из мужчин. Ты единственной женщиной, Знаю точно, И печалиться значит, Нам нет никаких причин. Ну и надо сейчас Низить уровень Пафоса. Для мужчин Специально, Чтобы вы не думали, Что тут подкаблучники какие-то все. Нормально все, Сейчас мы всем отомстим еще раз. Повстречал сегодня я Половинку бывшую. Сразу видно, Быть, Семья, Задница отрисшая. Несмотря на макияж, Бледная, Доквелая, Сразу ясно, Муж алкаш, И свекровь тяжелая. Набрал вес на жизнь вперед, Сумочка поддельная, Черным танком нагло прет, Жутко пиздодельная. Голос сел от сигарет, Корни не прокрашены, С виду сорок с лишним лет. В целом, Очень страшно. Я укроюсь за углом, С плечами не укусены, Осеню себя крестом, Съебись, Что бросила. И примеряющие сразу же. Не в защиту бывших, нет. Девушки, Талию берегите. После шести нельзя. Все, что вы вечером не съедите, Ночью дожрут мужья. Вас от соблазна Спасет мужчина. Примет слепой удар. Будет заточена и свинина, И холодец, И кляр. Каждая тоненькая принцесса У мужика в долгу, В том, что он с порцией майонеза Стрескал кило рогу. Мужа не встретишь на свете лучше. Он для тебя стена. Грудью в ночи защитит от суши, Печенью от вина. Он героически съест котлеты, Сало и шашлыки, Чтоб на фигурку твою. Все лето пялились мужики. Стройная женщина. Муж от пуза. Радость простых диет. Этого выгодного союза В мире прекрасней нет. Ну и сейчас вернутся наши звезды, И поэтому я плавно перекину мозг. Я сейчас прочитаю стихотворение, Которое все вы прекрасно знаете. И давайте с вами последнее слово В этом стихотворении, А это имя, Скажем все вместе. Я недавно здесь, На сайте ЖТМ. Я, короче, Выбираю жену. Некрасивым Не искать общих тем. На дурнушек я, пардон, Не взгляну. Кроме внешности, Важна глубина, Чтобы выше, Ну как минимум три. Если меньше, Я рассмотрю, Но должна танцевать Хотя бы простенький стрип. Без МП, ВП, Родных и детей. Ни к чему нам в новой жизни Прицеп. Чтоб хозяйственная, Борщ на плите, Каждый день какой-то новый рецепт. Чтоб, естественно, Была молода, Чуть за двадцать. Не люблю возрастные. Состоятельно, Чтоб мы иногда Выезжали вниз С ума выходных. Вес примерно Сорок восемь кило. Впрочем, Лишнее сто грамм Не вупрек, Если попа, Как у Дженнифер Ло. Немного о себе. Игорек! Встречаем наших девок.